Тю-рю-тю-рю-тю, тю-рю-тю-рю-тю, эпичная заставка! Успешная и популярная. Две башни, которые противостоят друг другу. Множество есть фракций в этой игре, что, конечно же, порадовало. То есть мы можем играть не только за рыцарей, не только за людей, за которых изначально я сейчас играю. Но также мы имеем возможность играть за нежить. И там есть еще около двух-трех фракций, которые доступны в игре, но с которыми я еще не ознакомился из-за того, что буквально вот только-только начал играть в игру. И, соответственно, из-за того, что только начали играть в игру, еще не все открыто, не все доступно. То есть мне доступны рыцари, мне доступна нежить, против которой я сейчас играю. Как вы видите, я прошел всего-то четыре уровня. Сейчас пройдем вместе с вами пятый. И сами понимаете, что это действительно немного. Скоро я встречусь с первым боссом в игре. Так. Хорошо, мы завершили квестик. Отлично. Довольно-таки далеко башенка находится. Можно поулучшать и повысить общее количество маны. Чем больше маны, тем больше я смогу выпускать на поле боя, естественно, воинов. Еще один плюс того, что есть в игре, это быстрая перемотка, то есть ускорение шага бойцов. Это очень круто. Не нужно ждать 2-3-4 минуты, пока все закончится. Все заканчивается буквально за 30 секунд, 40 максимум. И вот мой, кстати, первый босс, друзья. Ну, если это можно назвать боссом. Но, как по мне, отличается, да? Есть разница. У каждой башенки есть... Так, не успел словить монетку. Так, вот эта мана я возьму, конечно же. Есть монеты, есть мана. Это все добавляет бонус к общему счету. Конечно же, если есть такая возможность, нужно этим пользоваться, нужно забирать. Отлично. У каждой басични есть защитная пушка. У рыцарей это, соответственно, огненный шар. У кого что дальше, будем смотреть. Так, вот. Мы добрались до сундука нежити. Мы открываем нежить. Получаем первую карту нежити. Отлично. Так, все задачи выполните. Нажмите на портал, чтобы отправиться в неизведанные миры. Хорошо. Давайте-ка отправимся в неизведанные миры. Посмотрим, что нас там ожидает. Какой-то железный остров, что ли. Так, у нас есть острова на каждом из островов по 5 боев. После того, как мы проходим остров, мы получаем какой-то сундук с очень даже крутыми наградами. Хорошо. Железный остров и заснеженный остров, который у нас недоступен пока что из-за того, что я не прошел первый. Окей. Что есть еще по игре, друзья? Есть внутрегировой магазин. Есть наша армия. Так, есть квесты, естественно же. Так, хорошо, выполнили запросик. По армиям. Пожалуйста. Есть рыцари. Есть нежить. Есть роботы. Вот, кстати, против роботов, я так понимаю, мы будем сейчас играть. А в дальнейшем можно будет играть, скорее всего, из-за них. Хорошо. Дальше идем. Смотрим. Нефритовая империя. И захватчики. То есть, на данный момент в игре доступно 5 фракций. Как по мне, это неплохо, учитывая то, что это tower defense, понимаете. Я, наверное, не припомню ни одной игры, у которой есть такая возможность и такой большой выбор. Хорошо, давайте улучшим нежить. По максимуму выкачаем, посмотрим. Так. Старик. Все-таки старик это был не босс, но это был последний воин, с которым я бился. И он довольно-таки отличался от всех остальных. Поэтому я и решил, что, скорее всего, это, наверное, воин. Так. Окей. Это все ясно. Ммм. Смотрите как. Меняем концепт. Немножко все изменилось. Теперь я могу просто призывать этих же ребят к себе в колоду. Вот так вот. То есть, они помещены ко мне в колоду, как вы видите. И я могу на выбор кого-то из этих всех воинов выбрасывать. Блин, это безумно круто. Так. Посмотрим, как это выпустить старцы. Старик стоит 500 монет. Это очень много. Так. Очень маленькое поле боя, как вы видите. Идет против меня робот. Хорошо. Так. Выпускаем железного рыцаря. Так. Этого сюда тоже. Чем меньше расстояние, ребят, тем на самом-то деле сложнее играть. Потому что тебе нужно успевать все выбрасывать, всех выпускать. Вот этот прикольный, потому что взрывается, проходит и наносит очень большое количество урона. Мне очень нравится. Так. Хорошо. Давайте еще одну бомбу выпустим. Ну, то есть это некая ходячая бомба. Победа была прям уж слишком легкой. Я надеюсь, что в дальнейшем сложность будет повышаться, будет становиться все сложнее. Так. Так, максимальная энергия восполнилась. Кристаллы дали, монеты дали. Хорошо. Это все приятно. Кстати. Хочу заметить, что рекламы в игре пока что я не увидел. Это безумно радует. Я знаю, что здесь есть арена, где мы можем зайти попайтиться, но для этого нам нужен десятый уровень. То есть немножко подождал и получил плюшечку. Так. Так, можно улучшить робота. Так. Точнее, не робота, а старца. Так. Радио зомби. Лочник. Ну, а этих я пока улучшить не буду. Я не знаю. Надо, наверное, монет немного будет приберечь. Потому что я так транжирую их, не обращая на это внимания. Но я думаю, в дальнейшем оно мне понадобится все-таки, пригодится. Давайте сделаем еще один бой. Я думаю, этого для обзора будет достаточно. В принципе, каждый для себя уже решил, будет ли он играть в эту игру и будет ли он смотреть видеоролики по этой игре на канале. Потому что игра специфическая. Кто-то любит такой жанр, кто-то нет. Но мне, если честно, прям вот по кайпу. Мне кажется, что я сейчас еще и умру. Смотрите-ка. Да, неплохо так мне. Что-то подзажили. Прям я шокирован. Шокированный. Поднимаю высоко вверх бровь. А я так понимаю, три звезды мне уже не светят. Мне нанесли очень большое количество дамага. Это, безусловно, неприятно. Я даже немного поднапрягся. Потому что вот эти роботы с циркуляркой, знаете, они очень сильно дамажат. В принципе, сами все видели. Вот опять они идут. И комфортнее всего их убивать именно лучниками. Потому что они не сближаются с ними. Но не всегда так получается. Так, мы начинаем наносить дамаг. И это все-таки победа. Слава богу. Не хотелось бы на первом же ролике получить какое-то поражение. Но на три звезды мы не прошли. Надо будет перепройти, чтобы все-таки... Это было идеально, чтобы меня ни разу не задамажили. Но для того, чтобы меня ни разу не задамажили, мне нужно все-таки по максимуму будет всех прокачать. Чтобы меня, естественно, не убили. Башенку. Башенку обязательно выкачиваем. То есть, башенка нам нужна будет всегда. Хорошо. Этих тоже тогда можно будет выкачать. Такие монеты нам пока сыпят. Это пока не так дорого. И на первых этапах, я думаю, можно себе позволить. В общем-то, ребят, на этом все. Это был Tower Conquest. Некое подобие Tower Defense. Если вам понадобится моя помощь, обязательно пишите об этом в комментариях. С удовольствием с вами подискутируем. И все решим. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok